Прошу, Екатерина. Проверьте, пожалуйста, связь. Если какие-то проблемы есть, то обновите браузер. Сразу хочу предупредить, когда будет демонстрация рабочего стола моего телефона, возможно у кого-то это будет не совсем корректно отражаться на устройствах с операционной системой Apple, iOS. Потом вы все сможете посмотреть в записи. Но будем надеяться, что у всех все будет в порядке. Меня уже представили. Меня зовут Екатерина Владимировна, фамилия Пчелик. Я работаю в технологическом колледже университета имени Янки Купалы в городе Гродно. Он расположен в Республике Беларусь. Итак, о чем мы с вами сегодня поговорим? Во-первых, нужны ли вообще для педагога мобильные приложения? Я вам расскажу свой личный топ мобильных приложений, которые я по факту использую практически каждый день. То есть это не что-то придуманное, выдуманное, взятое из интернета. Это то, что я конкретно использую. Плюс мы с вами на практике это увидим, когда я буду демонстрировать свой рабочий стол, рабочий стол телефона. И сразу же параллельно я вам буду рассказывать, показывать примеры того, как те или иные приложения активно ворвались в работу преподавателей на примерах своих собственных и примерах коллег. Итак, так для чего же нам нужно использовать телефон и мобильные приложения, которые там есть? Ну, наверное, прежде всего, потому что произошла определенная эволюция в развитии телефонов и вообще в развитии технологий. И те телефоны, которые... Елена, можно попросить погромче говорить? Ага, хорошо. Не всем хорошо слышно. Хорошо. Или сделать погромче микрофон, если можно. Максимальная громкость у микрофона, все. Значит, и те телефоны, которые мы с вами, ну, возможно, некоторые из вас использовали, видели еще в начале 90-х, они, конечно же, не давали нам возможности использовать их в своей работе. И сегодня уже телефоны совершенно другого уровня качества, которые позволяют это делать. Итак, нужны ли мобильные приложения в работе педагога? Мой ответ однозначный – да, потому что я их использую постоянно. И это сокращает ту рутин... позволяет сократить ту рутинную работу, которая до этого момента присутствовала. Проверка домашнего задания, какого-то выполненного каких-то работ и так далее. Мобильный телефон позволяет... и приложение, которое там есть, позволяет это сделать. И процесс будет более эффективным. Но у использования мобильных приложений есть преимущества и недостатки. Какие плюсы я для себя выделила? Во-первых, это возможность реализовать образование через всю жизнь. То есть обучение на образовательных курсах, платформах, у которых есть уже мобильные приложения. Возможность сделать какую-то работу, тест какой-то создать, набросать черновик презентации, пока есть свободная какая-то минутка. Кроме того, у нас снижается ограничение для получения образования или создания контента. То есть вне зависимости от того, где вы находитесь, дома, либо в дороге, либо на рабочем месте, вы можете это делать. Реализация принципа «один ученик, одно устройство», развитие так называемых мельких навыков, как у педагога, так и учащихся. Кроме того, мы можем совершенствовать педагогический процесс и активизировать познавательную деятельность учащихся и педагога. Но есть определенные недостатки. И прежде всего это отсутствие как таковой методической базы, которая бы нам позволила понять, как эти мобильные приложения использовать. Потому что зачастую ты знаешь, что такое приложение есть, техническую сторону вопроса изучил, разобрался, но понять до конца, как встроить в процесс, не совсем ясно. И вот отсюда вытекает стихийность и бессистемность применения, плюс нет как такового единого банка данных или базы по мобильным приложениям. Информация вся сосредоточена по разным сайтам, разным блогам. И русскоязычный сегмент отличается значительно от англоязычного. Там быстрее вся эта информация появляется к нам, она приходит чуть позже. Кроме того, есть еще вопросы по качеству интернет-соединения. И приложения не всегда работают на разных операционных системах. Есть приложения, которые создаются сначала только, допустим, для андроида, потом они для iOS делаются, или наоборот. Есть, конечно, приложения, которые созданы уже и для разных операционных систем, но, опять-таки, допустим, функционал для андроида шире, чем для какой-то другой операционной системы. Или наоборот. Отсутствие понимания того, что этому нужно учиться. То есть, тому, как применять эти мобильные приложения, прежде всего на учебных занятиях. И зачастую встречается достаточно низкий уровень ИКТ-педагогов. С чего же мы с вами начнем? Мы с вами рассмотрим несколько блоков. Я разделила те приложения, которыми я пользуюсь, на блоки. Это социальные сети. Это приложения, которые позволяют обрабатывать и создавать фото и видеоконтент. Приложения для дизайна. Мобильные опросы. Использование фотостоков. Банков бесплатных фотографий. И приложения, которые позволяют создавать эмоджи. Тоже поговорим о том, что это такое. И приложения по образовательным платформам. Также мы еще коснемся Google Диска. Итак, социальные сети. Топ моих социальных сетей это Instagram, Facebook, Telegram, Twitter, ВКонтакте и Pinterest. И всем этим я достаточно активно пользуюсь. Почему? Потому что в социальных сетях, как это ни странно, во-первых, можно учиться. Достаточно большое количество курсов существует в разного рода онлайн-марафонах, которые позволяют получить те или иные навыки, связанные в том числе и с учебной деятельностью. Ну, в основном, марафоны могут быть как платными, так и бесплатными. Ну, я в основном в платных участвовала. И сама вместе с коллегой создавала, проводила, когда еще была образовательная галактика Intel, марафон по социальной сети Instagram. Как ее можно использовать в образовательном процессе. И на слайде у вас представлено определенное количество аккаунтов в социальной сети Instagram. Которыми я достаточно активно пользуюсь, слежу за публикациями, черпаю для себя новую информацию. Дальше. Это также, допустим, в сети Instagram очень много аккаунтов каких-то организаций образовательных, которые ведут активную работу в социальных сетях. Вот пример есть бесплатного марафона по текстам «Проснись и пиши», в котором тоже я активно участвовала для того, чтобы учиться тому, как писать посты в социальных сетях на разные тематики. Марафон по текстам. Марафон по текстам. Вот марафон, посвященный тому, как оформлять свой аккаунт в Instagram. Кроме того, не так давно, когда в Тайлине проходила конференция, педагоги проводили как раз свой мастер-класс, используя аккаунт в социальной сети Instagram. Он был, правда, закрытым, но те участники, которые в нем работали, они имели возможность и доступ к этому аккаунту. Дальше. Pinterest – это источник идей. Когда идеи у тебя иссякают, всегда иду туда и ищу информацию для того, чтобы получить какой-то новый толчок, вдохновение для дальнейшей работы. Поиск нужно делать как на английском, так и на русском языке. И предпочтительнее, конечно, сделать бизнес-аккаунт. То же самое, как в социальной сети Instagram. Телеграм – тоже лучше делать сразу бизнес-аккаунт для того, чтобы иметь доступ к более широкой статистике, которая там есть. Дальше. Телеграм – очень активно. Твиттер. Твиттер очень активно использую, потому что в Твиттере в основном как раз англоязычные образователи активно представлены, или руководители тех или иных образовательных платформ, программных продуктов, тоже можно быть в курсе событий сразу же, как только они что-то публикуют. Вот. Здесь представлена эта информация. Дальше. Активно использую Телеграм. Телеграм. Причем в Телеграме тоже можно как проходить обучение, так и проводить. И, допустим, Марина Курвиц, которая последние несколько курсов ведет у себя, она тоже перешла на ведение в канале Телеграм в закрытой группе. И это более удобно и эффективно для нее и для тех, кто проходит обучение. Плюс тоже можно подписаться на достаточно большое количество групп, которые доносят тоже достаточно полезную информацию. Ну и самим тоже создавать группы. И есть примеры и в университете у нас. Преподаватели с студентами тоже используют группу в канале Телеграм для обучения. Так называемой организованной самостоятельной работы. Для чего же мы можем соцсети применять? Ну, во-первых, учиться самим или создавать свой собственный курс. Мы можем присоединиться к какому-то профессиональному сообществу или сами создать такое профессиональное сообщество. Заниматься поиском необходимой информации. Понятно, что в каждой социальной сети есть свои особенности того, как эту информацию искать. Но это все возможно. Организовать какую-то коллективную работу, распределенную учебную группу, какую-то сетевую работу. Тех, кто находится в разных странах, на разных континентах. И ваши варианты. Что вы можете придумать с этим? Дальше. Мой любимый блог – это создание и обработка фото и видео. Потому что увлечение вообще моими приложениями началось с мобильной фотографии. И для себя я выделила несколько приложений по обработке фотографий, по обработке и созданию видео, которые активно использую. Очень часто, когда мы ходим с вами на какие-то мероприятия, говорят, сфотографируйте, напишите текст для публикации на сайт и так далее. И это все нужно сопроводить качественным контентом. Соответственно, приложения по обработке фото помогают этот контент создать. И плюс видео. Приложения по созданию и обработке видео помогают, допустим, из какого-то количества фотографий, коротеньки, видеоролик сделать. Опять-таки, у ряда учреждений образования есть социальные сети. Туда тоже нужно этот контент выкладывать. И нужно делать его хорошего качества. Какие приложения я активно использую? Ну, во-первых, это приложение вот это вот Snapseed. Оно мне очень нравится. И приложение PixArt. Оно чем-то похоже на Snapseed, но чуть шире функционал. Да, сразу скажу, что все приложения, о которых я говорю, они бесплатные. Те приложения, которые являются условно бесплатными, бесплатным вариантом можно в полном объеме пользоваться. Этого будет достаточно. Здесь нет ни одного приложения, которое на данный момент является платным. Значит, мы с вами в процессе демонстрации экрана моего телефона увидим, как можно в Snapseed и в PixArt сделать обработку, написать какую-то информацию на фотографию и ее скачать. И уже сразу же с телефона по почте отправить тому, кто занимается размещением информации на сайт учреждений образования или в социальных сетях. Либо для своей собственной работы, там, для презентации каких-то других проектов это сделать. Дальше, очень мне в последнее время нравится вот это вот приложение «Стереть фон». Есть так называемая двойная экспозиция в фотографии. И, соответственно, сейчас определенные проблемы решены, потому что с помощью вот этого приложения можно создавать своего рода стикеры, которые ты потом накладываешь на другие фотографии или картинки. Это тоже, скажем так, дело привычки. Для меня сейчас такая повседневная рутина. Но сначала было сложновато, потому что ты много чего не знал. Что касается создания обработки видео. Это приложение InShot. Есть приложение Filmora Go. И у компании Adobe есть мобильное приложение для создания обработки видео. И приложение Movavi. Тоже достаточно интересное. Следует сказать, что в конце вы получите возможность скачать буклет, в котором как раз все эти приложения с названиями будут представлены. Чуть позже я вам его покажу. Вот смотрите, какие возможности дают нам эти приложения. Во-первых, по обработке фото. Вот у нас проводился день специальности технологии машиностроения. Я нашла фотографии в интернете, картинку сделала, наложила текст, сохранила и отдала потом для публикации новостей на сайт. При проведении веб-квеста с элементами дополненной реальности, тоже вот эти вот фотографии, картинки были созданы с помощью приложений на телефоне. Тоже для публикации на сайт была сделана обложка публикации в одном из приложений. Вот, и приложение Стереть фон, которое как раз вот магическим образом позволяет задний фон полностью убрать и оставить только ту фигуру, которая вам нужна. И либо там непосредственно наложить задний фон, который вам нужен, либо использовать это потом отдельно. Так, дальше. Приложение по созданию так называемых закладок или сервиса закладок. То есть, когда вы, допустим, я очень часто в социальных сетях нахожу ссылки на какие-то интересные для меня сайты, какую-то информацию, какие-то приложения, какие-то выступления. И не всегда успевая прочитать, я скопирую ссылку и на телефоне сохраняю эту информацию в сервисе закладок. Об этих сервисах тоже мы с вами чуть конкретнее поговорим, когда будем смотреть демонстрацию экрана моего телефона. Вот, как они выглядят. То есть, в основном у них стандартное расположение. То есть, есть так называемая главная страница, есть те, которые вы любите. Есть поиск по хэштегам, когда вы сохраняете, можете какие-то хэштеги написать, оповещение, которое приходит и то, как выглядит ваш аккаунт. Вот еще одно приложение. Pell Trevis тоже. Тут немножко другой способ расположения, но тоже достаточно информативно. Кроме того, в этом сервисе для педагогов есть возможность использовать бесплатно гораздо больший объем хранилища до 2 гигабайт. То есть, вы присылаете информацию о том, выполняете анкету о том, что вы преподаватель, учитель, пишете, какая организация, ссылку на сайт организации. И там буквально день-два приходит подтверждение, вы получаете возможность пользоваться аккаунтом, как преподаватель, с гораздо большим объемом облачного хранилища. Дальше. Мобильные опросы. Я думаю, что многие уже знают. Это и Plickers, и Kahoot, и приложения, которые позволяют за буквально 1-2 минуты просканировать ответы. Это ZipGrade и Quakee, Socrative и Quizzes. Ну, вот так, как они выглядят. Но я думаю, что многие уже знают об этом. Дальше. Мой тоже очень любимый блок. Это блок по созданию контента. То есть, тому, как мы можем с вами обработать, либо создать вообще с нуля тот рабочий материал, с которым мы с вами будем работать. И на учебные занятия, и, допустим, для проведения каких-то семинаров, мастер-классов. И как раз ту распечатку, которую вы получите, я создавала в одном из этих приложений. Итак, мы начнем с доски Padlet. Я думаю, что многим это тоже, наверное, знакомо. Есть у Padlet мобильная версия, которая для меня тоже нормально, эффективно работает. Плюс она позволяет, если ребята делают что-то совместно, коллективное на этой онлайн-доске, даже находясь на работе, следить, как вообще идет процесс, кто туда заходит и что делает. И выполнена ли в целом работа. То есть, это фактически такая бумага для экрана, где вы можете делать проектную работу, загружать какие-то задания, либо давать задания непосредственно самим ребятам. Плюс в том, что это коллективная работа, и есть возможность дать доступ большому количеству людей для того, чтобы там работать. Единственное, что те, кто создал аккаунт в Padlet гораздо раньше, те доски, которые они создали, у них остаются, плюс они могут еще дальше создавать 5, по-моему, досок. То есть, те, что есть, плюс еще лимит, который сейчас введен. Те, кто с нуля регистрируется, они ограничены по количеству досок, которые они могут создать, к сожалению. Но есть выход, с кем-то кооперироваться, объединяться и работать сообща. У кого-то одна информация, у кого-то другая. А совместный доступ дает возможность этой информацией пользоваться. То есть, смотрите, что можно создавать. Биографии, блог, коллажи, портфолио. Я, например, создала свое портфолио своих достижений. И когда просит информацию о том, где я участвовала и каковы результаты, я просто даю ссылочку на эту доску и эту ссылку размещают там, где нужно. Вот. Как выглядит с экрана телефона. Вы видите доски свои. Вы можете видеть, что функционал, если кто-то пользовался раньше, он стал чуть шире. Появилось больше возможностей по принципам размещения информации. То есть, вы можете сразу задать ту схему, ту модель, по которой эта информация будет размещаться. И, кроме того, сейчас можно использовать Padlet как доску Kanban. То есть, для того, чтобы четко выстраивать выполнение тех или иных задач. Вот. И пример. Плюс вы можете эту доску скачать как картинку, как формат PDF, как Excel. И сделать настройки под свой вкус и цвет, как вам нравится. Дальше. Приложение Over. Это уже приложение для работы над фотографиями, над картинками. Это приложение условно-бесплатное. То есть, более широкий функционал используется только если вы заплатили. Но платного достаточно. Очень высокого качества графика, высокого качества разного рода тексты блоковые, которые можно описать. То есть, мне тоже это нравится. Те, у кого iPhone, функционал чуть пошире. Для Android она только недавно стала развиваться и дополняться. То есть, можно достаточно красиво это уже вещи создавать. Дальше. Приложение. Из приложения компании Adobe Spark Post. Те, у кого есть, опять-таки, iPhone, им еще доступно видео и возможность еще отдельное приложение по созданию сайта. Те, у кого Android, у меня в данном случае Android, я могу использовать только приложение Spark Post. Создавать разного рода картинки для тех или иных целей. Тоже графика достаточно высокого уровня. Плюс подключена возможность использования из бесплатных фотосбанков фотографий высокого качества картинок. Есть свои стикеры, блоки написания текста и так далее. То есть, достаточно интересный функционал. Приложение Explain Everything. Объяснить все. В этом приложении мне, прежде всего, нравится возможность создания ментальной карты. И возможность создания, то есть, тут есть готовые бланки по созданию встреч, вот написание, создание ментальной карты в виде фишбон, либо использование диаграмм вена, которые тоже я активно использую для развития критического мышления в том числе. Дальше, более конкретно и детально, это работа с мобильным приложением Canva, в котором я как раз много чего тоже создаю. И на сегодняшний день Canva это лидер в категории приложения для создания большого количества экспериментов, то есть графический редактор. Мы с вами можем там создавать рабочие листы, расписание уроков, разного рода обложки. И даже в Canva можно делать, на базе Canva можно делать сайт. Он, конечно, немножко такой простой, но в то же время, ну, как так называемая какая-то титульная сторона того или иного мероприятия, она может быть создана здесь. И сейчас мы с вами увидим вообще, какие есть варианты создания. Сейчас я вам все мотаю, покажу. Смотрите, во-первых, можно создавать плакаты, презентации. Причем презентация, там может быть от двух до 25 слайдов уже готовых шаблонов одного дизайна. И вы в них поработали. Зависимо, что вам нужно, скачали в формате PDF, у вас все, готова презентация. Вы можете, с ней можете выступать, работать. Можно создавать инфографику, открытки, визитные карточки, буклеты, то есть достаточно большое количество. Обложки для журнала. Дальше вы можете создавать расписание уроков, вы можете создавать какие-то раскадровки. Вот сайт, еще одна презентация с другими размерами. Вы можете сделать табель успеваемости, план урока, какую-то диаграмму связей, бланк напоминания, какой-то там чек-лист, лист с упражнением и так далее. То есть спектр широкий. Теперь смотрите, когда мы выбираем категорию, которую мы будем создавать, у нас открывается подкатегория. И уже в этих подкатегориях мы выбираем, ну, в данном случае план урока, здесь, либо здесь есть на выбор математика, английский или социальные науки. И дальше вы выбрали какой-то из вариантов, я тут пример социальные науки, и идут примеры. Вы можете выбрать как пустой бланк, так и тот, который предложен. Обращу ваше внимание, что если на примерах есть символ такой, монетка или, вот монетка здесь, да, или, допустим, корона, вы не можете этим воспользоваться, если захотите скачать то, что вы сделали. Но, опять-таки, поверьте, бесплатного здесь материала более чем достаточно. Кроме того, вы можете загружать большое количество своего контента, своих картинок, фотографий, каких-то стикеров, иконок и этим пользоваться достаточно активно. Значит, вы выбрали план урока, и дальше вы можете оставить то, что есть, но переделать его под себя, заменить русский язык, допустим, на английский, даваясь какие-то колонки, ячейки, которые вам нужны и так далее. Когда вы это все сделали, вы можете скачать, значит, как выглядит непосредственно на экране телефона приложение. Значит, у вас есть три раздела, шаблоны, где вы нажимаете либо все здесь, либо вот тут все категории, и у вас открывается тот список, который я вам показывала. Потом, у вас есть раздел дизайны, это то, что вы сами непосредственно создавали, это всегда с вами, мне, допустим, это очень часто помогает. Бывает, ты находишься на работе, возможности на компьютере зайти на платформу и скачать то, что тебе нужно, нет. Я скачиваю приложение на телефоне и сразу же отправляю по почте туда, куда надо, или там по вайберу сбрасываю, или по скайпу. Это очень сильно экономит время. И плюс здесь есть возможность работы в команде до 50 человек в бесплатной версии. Этого более чем достаточно. Ну, например, вы делаете какую-то газету, журнал, книгу какую-то онлайн создаете совместно, или с коллегами, или ребята делают у вас. Очень удобно. Вот пример, допустим, того, как я создавала дизайн для курсов. Все они были сделаны на телефоне. Ничего на компьютере не делалось. Плюс есть возможность, вы сделали размер, допустим, для одной социальной сети, хотите этот же дизайн сохранить и перебросить на другие социальные сети, там другие параметры. И это все можно спокойно в этом приложении сделать. Мы с вами чуть позже это увидим. Дальше. Банки бесплатных фотографий. Зачем они вообще нам нужны? Ну, наверное, прежде всего для того, чтобы был красивый, качественный дизайн. Плюс в этих банках бесплатных фотографий есть так называемые макапы. То есть фотографии, где вы можете, ну, вы можете наложить какие-то свои вещи, да, свои какие-то картинки, изображения использовать. Например, титульный заголовок, титульная страница моей презентации. Там был планшет, и на него можно наложить какой-то фон другой. И это будет уже ваша персонализированная картинка. Таких фотографий там достаточно много, они все очень высокого качества. Плюс вы их можете использовать бесплатно, не ссылаясь, если вы не хотите, на того, у кого вы взяли. Потому что фотографии и картинки, которые обычно берут в поисковике через Google, ну, они уже достаточно такие избитые, заезженные и легко, быстро выгнываемые. Значит, здесь я вам показала те фотостоки, у которых есть приложение на телефоне. Это Pixabay, это Pixels и Resplash. Вот как они выглядят. Обычно есть три, скажем так, блока. Есть блок по категориям, есть блок популярное и блок, где вы можете заниматься поиском. Повторюсь, вот видите, все фотографии очень высокого качества. Вот это вот, например, это, можно сказать, так называемый макап, куда вы можете вставить какое-то свое изображение, и оно уже будет ваше персонализированное. Дальше. Эмоджи или рисованные аватары. Во второй половине прошлого, 2018 года, особенно в Инстаграме, был просто бомб на эти эмоджи. Сначала стало резко популярно приложение Bitmoji, потом еще появилось новое приложение Mirror. Зачем? Вот как выглядят эти эмоджи? То есть вы можете каждого эмоджи персонализировать под себя. Подобрать стиль одежды, подобрать прическу, внешний вид ваш. И все те готовые картинки, которые там есть, они переработаются и будет все персонализировано конкретно под вас. Это все можно скачивать и дальше уже с этими картинками работать. Я, например, чищу фон, делаю стикером и дальше уже использую там, где мне нужно. Пример как раз вот у вас на слайде. Это все я сделала с телефона. Дальше. Например, эмоджи уже сделаны в другом приложении. Здесь возможности менять одежду как таковую нет, только цвет ее. Но тоже достаточно широкий спектр выражений разных эмоджи, чувств и разных ситуаций, в которых присутствует этот эмоджи. Для чего вообще нам нужны эти персонализированные эмоджи в обучении именно? Потому что, во-первых, иллюстраций хороших мало. Те, которые есть, они уже узнаваемые, заезженные и не всегда приемлемые. Плюс мы можем развивать эмоциональный интеллект через использование как раз этих эмоджи в образовании. А также еще можем развивать коммуникативные навыки и эмоциональный интеллект именно у самих учащихся. Каким образом эмоджи можно использовать в работе? Ну, во-первых, допустим, создание портрета какого-то героя или биографии какого-то героя. Подготовить рассказ, используя, ну, разделив, допустим, лист на две колонки в одной текст, а в другой какой-то эмоджи, который вот эту ситуацию четко показывает. Написание какого-то эссе, сочинение. То есть вариантов достаточно много. И вот несколько вам примеров, как используют их педагоги и на подсоветском пространстве, и в англоязычном, значит, англоязычной педагогии. Например, презентации. Англоязычные педагоги очень часто, американские особенно, они эмоджи распечатывают и делают как стикеры, наклейки, и используют их при проверке работ своих учеников. Дальше. Некоторые используют эти эмоджи для того, чтобы, допустим, нырять уровень шума, или чтобы ребята видели там уровень шума в аудитории, или, допустим, для каких-то там игровых целей и так далее. Ну, это достаточно так интересно получается. Дальше образовательная платформа. То есть то, где мы с вами можем учиться онлайн. Это прежде всего платформа. Это Coursera, это Stepik, это Edex, TED и Udemy. Часть из них русскоязычная, часть из них англоязычная, но тоже достаточно удобно. Согласитесь, не зависит от компьютера и возможности учиться в любое время, в любом месте. Это тоже очень удобно. То есть вот как выглядит. Это, например, Stepik. Это четко видно. Даже можно скачать какой-то материал, который есть на телефон, и потом открыть и почитать. Coursera так выглядит. Ну, чуть позже мы с вами все посмотрим. Вот. Так выглядит Edex. Почему, допустим, англоязычные мне больше нравятся? Потому что там есть те направления, которых пока в русскоязычном сегменте очень мало. Это курсы, касающиеся педагогического дизайна, прежде всего. Или возможность, курсы, касающиеся того, как управлять классом, управлять аудиторией. То есть у нас пока... И TED выступления на русском. Можно на русском настроить, внешне можно на английском. То есть как вам удобно. Плюс еще два приложения, одно из которых... Действие, которое вы как раз увидите сегодня, это приложение, которое позволяет транслировать рабочий слой вашего телефона на экран монитора. В данном случае вот я вам говорю вам о приложениях. Соответственно, как мне показать скриншоты, это не совсем то. И плюс еще приложение, которое я активно тоже использую, это Камсканер. Бывают ситуации, когда утратил какие-то документы, и вот они остались только в бумажном варианте. Это приложение позволяет отсканировать нам документ. Документ отсканировать, выбрать нужные для него рамки, сохранить. Здесь я потом отправляю себе на почту, и дома уже через приложение, которое PDF перегоняет в Word, обрабатываю и восстанавливаю снова свой документ. Приложение по организации и планированию времени. У Google есть Google Keeper, есть Member the Milk, есть Turan приложение. И мне еще понравился Titches Great Book. То есть с ними просто, с каждым из них нужно поработать, понять, какое вам больше подходит, и дальше активно работать. И, конечно же, обычный сервис Google, который активно я использую тоже в своей работе. Так, например, прежде всего это презентация, документ и электронная таблица. Плюс опросы, к сожалению, на телефоне непосредственно в самом создавать нельзя, но редактировать, носить какие-то правки, делиться ссылкой вы уже можете. Презентации в основной своей массе я создаю, если я работаю на Google Диске, я создаю в телефоне, потому что основной иллюстративный материал я набрасываю из телефона. Это даже ситуация дома для меня всегда такая, что я сижу перед компьютером в руках в телефон. И визуально весь контент я набрасываю, загружаю в презентацию именно из телефона. Уже какие-то текстовые информации я набираю непосредственно на компьютере. Но опять-таки поделиться презентацией, скачать, отправить кому-то, либо дать доступ по ссылке. Если ты уже не дома, а где-то едешь по дороге, вполне себе можно из телефона. Что касается электронных таблиц, то я их активно использую в работе как раз как куратор группы, для родителей, для учащихся. Опросы тоже активно использую для того, чтобы собирать большие объемы информации, не тратить ни свое, ни их время на это. Значит, что у нас здесь есть? У нас есть главное, где мы видим последнее то, с чем мы работали. У нас есть помеченные дали сохраненные документы. Мы можем увидеть те документы, где мы совместно с кем-то работаем, и перечень всех папок. И вот вам, допустим, пример того, как я создавала одну лист презентации. Так, вот это пример того, как работаю я с электронными таблицами. Так, теперь буквально пару секунд, и мы с вами сейчас заглянем на экран моего телефона, чтобы увидеть, как я работаю с некоторыми из приложений. Сейчас я сделаю определенную манипуляцию. Так, вот. Так, вот. Сейчас, минуточку, я включаю рабочий стол. Так, может быть, какие-то вопросы, сейчас посмотрим, пока у меня все открывается. Спасибо. 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 Так, давайте пока посмотрим вопросы. Так, из телефона, почему из телефона при наличии компания рабочего месяца? Ну, потому что, как я вам покажу работу приложений, если есть те, которые только на телефоне? Так, ну, у меня почему-то не запускается. Так, пока не запускается, сейчас посмотрим. Продолжение следует... 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 Еще какое-то. Добавить. Тоже с ним поработать. Дальше. Нам это нужно сохранить. Все, что вы делаете на телефоне в конве, у вас автоматически создается папочка «Канва», и туда все загружается. И вы всегда можете это найти именно в этой папочке. Значит, я выбираю «Сохранить». Сохранить как изображение. Готовится дизайн. Здесь можно выбрать еще «Сохранить как PDF для печати». Дальше вы можете выбрать, хотите вы поделиться или нет. Если не хотите, значит, оно у вас остается там. И я вам сейчас покажу. Если мы зайдем с вами в галерею, вот оно у меня здесь есть. Вот у меня было две страницы, а эти две страницы сохранились. Либо мы с вами идем, у меня есть отдельно папочка «Канва». Сейчас только мне надо найти. Но есть папочка отдельно, где вы все это тоже увидите. Дальше. Допустим, мы с вами с этим дизайном поработали. И он у нас, наши дизайны автоматически сохраняется. Сейчас он подгрузится, и он вот здесь появился. Вот мы его с вами видим. Например, мы с вами возьмем презентацию. Значит, во-первых, здесь большой выбор презентации. Бизнес-план, продажи, какая-то тематика для образования. Но, в принципе, я обычно беру все и дальше смотрю, выбираю то, что мне нужно. Ну, допустим, возьмем «Креативно». Хорошо. И вы видите, что здесь может быть презентации до 27 слайдов. Даже 28 есть. Но здесь в этом креативном блоке в основном все платное, поэтому мы использоваться не можем. Мы возьмем для «Выберем все». И обязательно какая-то бесплатная нам с вами попадется. Так, возьмем компрессирование. Тоже, вот видите, здесь. Есть еще другой формат презентации. Сейчас мы с вами найдем. Вот, презентация 4 метра. Вариантов достаточно много. Так, ну, более-менее понятно. Значит, дальше мы с вами пойдем посмотрим фотостоки. Что у нас есть? Ну, во-первых, так, респлэш. То есть здесь мы видим новые, которые появились. Можем перейти в другой блок. И есть коллекции. И если мы с вами в эти коллекции заходим, то видим, кто тут есть. Плюс есть поиск. Ну, поиск в основном на английском лучше срабатывает, на русском особо не хочет он работать. Дальше приложение. Вот это вот, FixeBay. Тоже, видите, здесь мы делаем поиск. Здесь у нас самые популярные, либо самые последние, которые вообще в этом приложении использовались, но не конкретно вам, а в целом всеми, кто работает с этим приложением. Либо мы идем в категорию. Допустим, категорию образования. Причем здесь вы можете как найти картинки, так и стикеры. То есть на прозрачном фоне и тоже их потом активно использовать. То есть вот их достаточно много. Дальше, мое любимое приложение – стереть фон, которое позволяет сделать стикеры. Значит, обычно так, выбираем стерочку, выбираем какой-то стикер. Ну, давайте вот этот, например, так. Оставляем размеры, которые нас устраивают. И здесь есть такая автоматическая функция, которая позволяет не стерочкой работать какое-то количество времени, а буквально там секунда, и фон пропал. Если еще остались какие-то места, где вы не удалили фон, который вам не нужен, значит, вы туда увеличиваете картиночку и нацеливаете туда инструмент. Причем удалить можете не только белый фон. Если вы считаете, что вам нужно вот там лицо, какую-то часть лица удалить, без проблем. И здесь вернуть обратно. Плюс, смотрите, у нас обычно здесь остаются такие полосочки сбоку, их можно просто стерочку взять, убрать, и вот эту надпись мира, чтобы те, кто не в курсе, не знали, откуда же вы берете такие интересные изображения. Потом с ними по секрету поделим. Так, и у нас тут с вами еще осталось в короне. Остались еще белые места. Тоже мы точечно наводим, и они исчезают. Все, мы сделали с вами работу. И дальше сохраняем. Причем тоже автоматически, у меня, по крайней мере, в галерее появилась папка Mirror по названию приложения, и там я могу это все найти. И сейчас мы с вами посмотрим. Вот папочка. Здесь то, что мы с вами изначально брали. И поскольку мы работали с приложением Erase, да, стереть фон, соответственно, вот в этом приложении, если мы с вами возьмем, мы увидим, что у нас на прозрачном фоне, который мы можем использовать, и вставлять там, где считаем это необходимым. Например, возьмем приложение PixArt для обработки фотографий. Так, ну вот, выберем, допустим. И выбираем добавить стикер. Допустим, у меня есть стикер, который я уже тут вырезала. И вот я его вставила, куда мне надо. Уменьшиваю размеры. Все, что нужно, у меня есть. Хотите написать текст? Значит, ищите, где здесь есть инструмент текст. Пишите, что вам надо. Дальше, выбираете шрифт, цвет, в котором вы будете работать. И размещаете где надо. То есть, все достаточно просто. Дальше. У нас с вами были образовательные платформы. Вот папочка моя с образовательными платформами. Например, возьму Курсера. И здесь открываются сразу те курсы, на которые я подписана. Это стим-теория, практика создания онлайн-курсов, дизайн-мышления и так далее. И я захожу в курс и вижу сроки, что мне нужно прочитать, прослушать, какие ожидания выполнить. Кроме того, я могу скачать материал себе на телефоне и с ним работать. То есть, вариантов достаточно много. Дальше. Мы с вами говорили про создание видео. Тоже. Допустим, вот возьмем InShot. Создать видео. Я видео могу создать, допустим, из фотографий. Ну, какое-то, давайте. Количество фотографий я просто условно набросаю. Дальше я могу их обрезать. Я могу поработать с задним фоном. Я могу поработать с фильтрами, с музыкой, со стикерами. Все, что мне нужно сделать, сохранить и использовать. И у меня, например, ребята делали виртуальную экскурсию по колледжу. Они полностью ее снимали на телефон, и монтировали на телефоне. И качество видео ничуть не хуже, чем, ну, если бы это делалось на какое-то профессиональное оборудование. Так. Ну, вот социальные сети. Тоже, допустим, в Телеграме каналы. То, что меня интересует там по социальным сетям. Чет-боты, которые позволяют текст правильно обрабатывать для того, чтобы он красиво смотрелся при публикации в соцсетях какие-то проекты по образованию, живое обучение и так далее. То есть их достаточно много. Либо самой мне можно эту группу сделать и в ней работать. Дальше. Приложение, которое мы сегодня с вами, благодаря которому вы все это видите, это приложение Screencast. Вот оно так выглядит. Оно позволяет как раз делать то, что сейчас я делаю. Единственное, что выяснилось, что во всех регионах Российской Федерации почему-то в Play Market оно присутствует. У кого-то работает, у кого-то нет. А, и плюс, допустим, я один раз использовала вот эту трансляцию для того, чтобы показать свою презентацию. Бывает такое. Вот, допустим, сейчас мы найдем с вами. Вот презентация. Сейчас она у нас с вами откроется. Видите, я повернула. И работаю, если мне нужно добавить слайд. То есть позиции и последовательность действий такая же, как на Google Диске, если вы это делаете на компьютере. Там пустой слайд. Добавить, допустим, изображение. Выбрать из галереи. Я выбрала. Она добавилась. Я с ним поработала. До нужных параметров растянула. Все, что нужно, сделала. Ну, такой черновой вариант. Набросать, набросать то, что нужно. И потом уже дорабатывать на компьютере. Потому что на компьютере мне больше времени нужно для того, чтобы скачать, загрузить, забросить потом на Google Диск. И там с этим работать. Здесь мне как-то это все быстрее и оперативнее получается. Так. Вот. Ну, в целом, то, что я вам хотела показать. Так, я прекратила вещание. Сейчас я верну параметры. Что я вам предлагаю взять с собой по итогам этого вебинара, кроме презентации. Вот у вас будет такая книжечка. Американцы называют ее Pocketbook. Вы ее скачаете, распечатываете. Пунктир вы проезжаете. Екатерина, включите, пожалуйста, расшаривание ресурсов. А то пока никто не может ничего скачать. Все ждут. Все ждут. Все, сделаем так. Один ресурс и второй ресурс. Вот. То есть презентация в формате PDF. И как раз вот эта вот книга, брошюра, которую вы можете скачать, распечатать, сложить и ею пользоваться. В принципе, все, что я сегодня хотела вам рассказать. То есть мой личный опыт того, как я это использую, как я это интегрирую и в образовательный процесс, и в свою работу как педагога в том числе. Какая часть преподавателей? Ну, не все преподаватели. Я только за себя отвечаю. В любом случае, те ребята, которые ко мне приходят, там, первый где-то месяц мы с ними тратим на то, чтобы они поняли, с чем и как я работаю, и дальше гораздо проще мне с ними работать, учитывая, что я с ними работаю весь год. Так. Так. все презентации у вас есть все есть так в конце презентации которые вы скачаете есть ссылки на то где я представлю в каких социальных сетях в инстаграме и фейсбуке есть почта если у вас возникли какие-то вопросы вам что-то может быть было непонятно или чем-то хотите еще поделиться пожалуйста пишите на мере возможности буду отвечать я бы сказала что так тут пишут что мобильник это интерфейс не более комп это инструмент но для меня например мобильник это инструмент наравне с компьютером на сегодняшний день но вы видели так мобильный экран а не эмуляцию в реале в режиме реального времени видели мой экран мобильного телефона это что я там делала я бы не назвал этой эмуляцией такие мобильные приложения в перспективе я вижу заходите подписывайтесь на мой аккаунт в инстаграм я там в основном как раз и освещаю мобильные приложения которыми активно используюсь которые я пробировала увидела как-то там делюсь информацией в перспективе будет мой личный блог но это только осенью пока в инстаграме какие дисциплины я веду я веду широкий спектр вообще у меня два образования преподаватель социально-гуманитарной дисциплины и учитель английского языка история обществоведения истории 2 всемирной белоруссии и основы права я веду и есть у нас несколько спецкурсов по гуманитарному направлению и основа социально-гуманитарных наук это философия социология политология но к чего через какое приложение демонстрация была презентации если она называется скринкаст не факт ну как бы выяснилось пару дней назад что не везде но и по крайней мере в российской федерации не во всех регионах она идет потому что я сбрасывала в инстаграме директ ссылку на приложение в плей маркете и не у всех она открывалась в поисковике не у всех выдавала что есть такое тогда надо какие-то альтернативы сказать но это приложение мне подходит оно абсолютно бесплатно и у меня все работает плюс если вы это приложение используете единственное что нужно в настройках браузера уровень безопасности понизить до ниже среднего тогда нормально все будет показываться так если стоит высокий то может не пойти это нагляд графика это наглядный материал куда без него сейчас иногда в картинках объяснить проще дети сейчас в основном визуалы и понизить уровень безопасности если у вас стоит у меня допустим стоит explorer и chrome я в explorer и понижала уровень безопасности и тогда уже в хроме у меня тоже все нормально работает программистам не сказали сделать так как бы уже конкретно почему именно я не вникала причины мне главное чтобы процесс пошел и все работало у кого допустим windows 10 версия стоит то там есть возможность вот этой трансляции это технологии мирокаст и если вас телефоны 18-19 года то можно настроить все гораздо проще без сторонних приложений только нужна одна точка доступа вай фай чтобы и компьютер и телефон были подключены надеюсь коллеги что вам было интересно что то новое вы для себя почерпнули нашли я думаю что нам уже можно потихоньку завершать нашу работу мне нужно еще на работу бежать дорогие друзья давайте поблагодарим екатерину за интересный вебинар а я обещал показать как скачивать ресурсы с мирополиса кто не знает а вот смотрите я прошу прощения буду рисовать поверх экрана посмотрите пожалуйста пошире сделаю вот примерно вот сюда наверху в правом верхнем углу вы видите ряд кнопок поднятая рука смайлик и пятая по счету серая кнопка в виде папке когда нажимаете на нее у вас появляется или исчезает последовательно окно ресурсы в окне ресурсы отражены все файлы которые а третья по счету наверно не все кнопки да наверно не все кнопки есть у пользователей у меня-то их побольше так вот серая кнопочка когда на нее нажимаете загруженные ресурсы у вас появятся они характеризуются тем что слева есть зеленая кнопочка вот нажимайте пожалуйста на эту зеленую кнопку обращаю ваше внимание не на название файла а именно на эту зеленую кнопку и скачается ресурс на ваш компьютер до зеленая иконка со стрелкой вниз ну что ж друзья давайте будем прощаться всем спасибо за то что пришли и задавали вопросы еще раз благодарю елену екатерину прошу прощения екатерина владимировна вот за замечательный вебинар и приглашаю вас на оставшиеся вебинары нашего сезона в этой неделе у нас еще впереди 5 вебинаров и ну Продолжение следует...